уважаемые наши коллеги добрый день я очень рада приветствовать всех на нашем образовательном портале и сегодня мы с вами будем заниматься доплерометрии мы будем разбирать про основы доплерометрии посмотрим практическую демонстрацию а также будем разбираться в современных изменениях что же нового вообще произошло у нас в акушерстве и какие подходы сейчас современные начнем мы с основ я долго думала как построить эту лекцию но как оказалось действительно большое количество докторов они нуждаются именно для начала в том чтобы правильно сделать настройки для того чтобы правильно отрегулировать да и чтобы понимать вообще каким образом легко и быстро доплерометрия настраивается до все эти режимы поэтому я решила построить таким образом что мы сначала с вами разберем как мы должны настроить прибор и что на что обратить внимание потом мы посмотрим с вами демонстрацию этих навыков на пациенте и потом уже продолжим про современные подходы это вот кратко о чем будет сегодняшняя лекция значит доплерометрия это исследование которое позволяет оценить характеристики кровотока в сосудах это по сути такое как бы основа основ мы сегодня будем разбирать доплерометрию в кушерстве то есть мы будем разбирать оценку плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока то есть по сути доплерометрия это оценка кровотока в плаценте на которой завязаны у нас практически все при беременности до позже мы этого тоже конечно же коснемся давайте начнем разбираться с самого начала это формула доплерометрии и и безусловно не нужно заучивать абсолютно точно она представлена здесь для того чтобы мы понимали какие вообще характеристики нам нужны для того чтобы мы получили какой-то ультразвуковой сигнал что мы должны учесть да а от этого зависит это что мы должны отрегулировать чтобы оптимизировать наше изображение или получить как бы более хорошую картинку значит что у принимает какие факторы принимают участие в формуле частота импульса источника да то есть нашего прибора частота отраженного импульса до отраженного откуда от движущихся частиц то есть от плотных частиц крови до когда у нас происходит движение в сосуде от скорости кровотока до безусловно мы с вами знаем что у нас различные различные жидкие среды разные плотности имеют разную скорость на этом тоже основаны некоторые доплерометрические характеристики скорость звука в среде до в данном случае в мягких тканях и некоторых других тканях где мы проводим доплерометрию то есть то как проводится этот звук и угол под которым мы попадает луч относительно сосуда вот здесь на картинке как раз продемонстрировано то как под каким углом у нас например может подходить луч ультразвукового датчика по отношению к следуем у сосуду ведь мы же работаем на различной глубине различными датчиками и мы не всегда можем этот угол отрегулировать сейчас мы под подробнее про это еще обязательно поговорим здесь я хочу сказать что мы конечно будем с вами разговор вести по поводу работы на конвекс нам датчики потому что мы с вами разговариваем про доплерометрию в акушерстве хотя конечно основа основ это поверхностные расположенные сосуды да и изначально доплер начинал производиться именно в артериях и венах нашем организме и выполняться именно линейным датчиком здесь дополнительные настройки но нас сегодня интересует именно в акушерстве доплерометрия и так принцип формирования изображения при доплерометрии то что мы видим на экране это что мы должны немножечко понимать мы с вами знаем что вот сверху нарисовано как у нас падает например луч до сигнал от ультразвукового датчика этот луч может оказаться под разным ракурсом к сосуду вот предположим у нас идет сосуд который вот здесь изгибается и уходит другую сторону если мы смотрим на кровоток в этой зоне это мы получим кровоток к датчику да он будет окрашиваться синим если мы увидим попадем и будем например измерять поставим пробный объем на эту часть сосуда то мы будем видеть как движется кровоток от датчика да и она окрашивается в крат красный цвет и мы видим вот здесь развертку который нам это подсказывает серединка вот здесь она вообще практически ни во что не прокрашивается и если мы говорим про изображение изображение в проекции датчика который расположен под углом 90 градусов она не будет никакое будет маленькая маленький промежуток где мы вообще не видим ничего соответственно надо чуть-чуть поменять угол и сразу же у нас пойдет кровоток либо к датчику и тогда мы будем видеть с вами расположенные комплексы вверх при стандартном таком вот расположение до либо от датчика тогда мы будем видеть вот такую картинку да и у нас кровоток будет направлен вниз таким образом при этом мы можем эти изображения оптимизировать в дальнейшем об этом поговорим и делать так как нам удобно нам не обязательно работать с изображением расположенным вниз но вот это тот принцип который позволяет нам получить картинку да что мы с вами обязательно понимали вот наш датчик вот падает луч идет он к датчику или от датчика то крови в данном случае мы получаем изображение повернутое вверх либо вниз соответствии с этим здесь я перечислила основные параметры которые находятся у нас в различных частях частях картинки ультразвуковой на некоторых приборах это правый угол как в данном случае на данном изображении он меня немножко увеличен что было нам удобнее его разбирать некоторых приборах вы можете встретить характеристики из другой стороны но как правило это все-таки правая сторона просто ну разные опцион бывает у разных при ультразвуковых приборов что мы здесь видим давайте разберем а потом мы по ним пройдемся еще более детально как их регулировать wmf да вот это обозначение wall filter это фильтр верхних частот или фильтр стенки сосуда то есть как бы тот фильтр который позволяет нам снизить влияние от движения стенки сосуда в норме мы его выставляем не более 60 герц иногда бывает у нас могут быть аппараты иметь какие-то преднастройки до пресеты которые заранее характерны для определенных программ частности акушерских и очень на многих приборах когда мы выстраиваем там выбираем акушерство 1 или акушерство 2 или акушерство 3 вот в этих пресетах может уже выстроен путь фильтр сразу же не более 60 на этом мы всегда обращаем внимание особенно если мы видим что много помех в момент выполнения доплерометрии плюс опять таки для тех кто выполняет ультразвуковые исследования в первом триместре уже мы знаем что для того чтобы пройти сертификацию фонде медицины плода и для того чтобы выполнять первые скрининги нам тоже нужно пройти лицензирование которое имеет ряд критериев вот один из критериев в этом лицензирование это то что вот эти параметры должны быть не более 60 герц при любом варианте доплерометрии ну там речь идет про маточные сосуды но это перед характерно практически для всех то есть лучше меньше чем больше дальше что мы видим с в angle 0 до 0 с в это sample value это контрольный объем и здесь речь идет о регулировке угла с помощью контрольного объема мы тоже это чуть чуть пониже разберем пока просто перечисляю параметры которые здесь у нас есть сайс размер имеет отношение к с в как раз таки к регулировкам вот этого контрольного объема и здесь как как правило мы видим некую цифру в миллиметрах которая чаще всего соответствует ширине стенки сосуда тоже на этом еще остановимся дальше мы видим депс это глубина на которой происходит работа на которой залегает тот самый сосуд от которого происходит от отражение ультразвукового луча вот эта аббревиатура frequency low это частота фильтра которая должна быть как правило у нас в акушерстве на низком уровне да здесь выстроена low это вообще предустановка которая в данном случае на у нас выстроена и prf пульс repetition frequency частота повторяющихся импульсов которую мы с вами можем менять и мы про нее тоже еще подробненько поговорим это я просто хотела показать в какое место мы должны посмотреть на экране чтобы эти характеристики найти и в целом наверное есть смысл потратить небольшое количество времени с каким-нибудь одним или двумя пациентами и внимательно рассмотреть как меняются эти характеристики в момент когда вы меняете какие-то предустановки до которую мы сейчас еще по разбираем поподробнее почему потому что тогда вы будете быстро и легко ориентироваться как бы что на что влияет при выполнении доплерометрии и как при этом меняется картинка наша потому что в идеале нам нужно достигнуть такого автоматизма в работе с этими характеристиками чтобы вы смотрели в экран видели изображение которое получается да как бы рука другая на животе на нее мы вообще не смотрим и быстренько регулировать не глядя даже на то что мы делаем интуитивными движениями все эти настройки это идеальная картина которая конечно нужно стремиться для этого нужно понимать что мы регулируем давайте теперь разбираться по порядку расположение датчика относительно сосуда как мы можем на это повлиять иногда можем иногда не можем во первых хочу сказать что очень многие приборы они оптимизированы и при настройке по умолчанию они позволяют сразу же как бы оптимизировать угол луча относительно сосуда и конечно если у вас есть выбор и если вы как раз видите перед собой сосуд который изгибается дугой вот как на первых слайдах я вам показывала нужно выбирать такое такой участок сосуда если у вас опять-таки есть возможность там этого выбора она в принципе у нас зачастую есть мы можем и по пациентам и менять положение немножко наклонить на бок попросить пациентку и немножко с другого ракурса к этому сосуд найти либо просто взять другой отрезок этого сосуда попробовать по крайней мере то есть нам нужно стремиться чтобы наш угол он был все-таки более-менее продольно вдоль сосуда понятно что вот так как то крови у нас идет мы не можем с вами сделать практически никогда поэтому мы просто подходим под углом желательно под острым данному сосуду при работе с конвексными датчиками стопроцентная регулировка невозможно это точнее возможно за счет того что мы можем наклонять этот датчик при линейных как раз таки сложнее но там есть регулировка с помощью рамки на чем мы тоже сейчас с вами поговорим следующий пункт 3 это настройка рамки мы включаем появление этой рамки на экране стир называется в линейных датчиках мы регулируем наклон тем самым мы оптимизируем угол в наших конвексных датчиках такой настройки нету в рамку должен у нас в норме помещаться исследуемый сосуд полноценно при этом рамка не должна быть очень большая есть существует мнение что чем меньше рамка тем лучше будет качество изображения потому что фокус идет именно на искомой части сосуда при этом иногда бывает особенно в акушерстве когда сосуды например вот у нас есть большое поле ну предположим беременная женщину которой мы ищем артерию пуповины мы можем сначала рамку сделать гораздо больше для того чтобы визуализировать в принципе сосуд предположим если мы не видим в 2d режиме вот и уже после этого когда мы увидели искомую часть сосуда эту рамку уменьшить до нормы она легко уменьшается с помощью кнопок которые расположены как правило справа слева либо сверху от трекбола здесь все зависит от настроек вашего прибора но и таким образом мы можем ее подогнать под размер нашего сосуда настройка угла сканирования значит угол луча должен быть не более 60 процентов да мы уже с вами говорили о том что если мы попадаем под 90 градусов то мы получим серую зону прямо непосредственно поэтому нужно этого избегать 60 45 30 это будет допустимо для выполнения исследования речь идет по по поводу о угле наклона датчика самого но кроме этого мы можем еще регулировать угол вот то что здесь сейчас числится ноль с помощью регулировки пробного объема это немножко другой угол о нем я еще сейчас тоже вам расскажу то есть таким образом в некоторых случаях для угол зависимых величин мы его обязательно должны вот этот угол регулировки на пробном объеме регулировать в некоторых случаях это делать не обязательно в рутинной доплерометрии можно не регулировать этот угол но стремится к тому что мы полу подходим к сосуду не более чем под 60 градусов и так контрольный объем sample volume что он из себя представляет это та самая наша привычная да как бы грубо говоря те самые воротца которые мы устанавливаем по перипа перпендикулярно сосуду да и устанавливая их мы руководствуемся рядом правил он должен быть равен примерно трем четвертям диаметра сосуда кровоток посередине сосуда имеет максимальную систолическую скорость это вот немножко отвлечемся на физические составляющие кровоток вдоль стенок сосуда несколько снижен он немножко более вязкий это как бы нормальный артериальный кровоток если устанавливать вот этот контрольный объем менее чем на три четверти диаметра сосуда то мы будем захватывать только максимальное движение которое происходит посередине и наше значение будут субоптимальные они будут не полностью оптимальные особенно если речь идет о диагностике анемии плода к примеру то есть угол зависимых каких-то величин скорости кровотока поэтому надо взять себе за правило но вообще считается вот так в акушерстве что средний показатель который мы выстраиваем для вот по умолчанию иногда он даже были выскакивает по умолчанию на некоторых приборах в преднастройках это два миллиметра но мы понимаем с вами что далеко не все сосуду нас два миллиметра далеко не в в каждом сроке поэтому все-таки обращаем на это внимание делаем корректировки в частности артерии маточные они очень часто около двух миллиметров так и есть что в начале беременность что в середине что в конце здесь мы можем глобально не менять настройки а вот что касается диаметра сосуда пуповины это может быть и меньше двух миллиметров и больше двух миллиметров там что касается среднем изговой артерии 2 миллиметра она достигает уже как правило в третьем триместре а до этого это все-таки меньшие величины так что в данном случае обращаем на этот показ параметр внимания и не ленимся его как бы отрегулировать он точно также регулируется нажатием кнопки как правило сверху или сбоку от трекбола что при определенном небольшом даже опыте не составляет какого-то большого труда шкала шкала это то что мы должны отрегулировать когда мы получили уже изображение до когда мы получили кривую скорости кровотока так называется наше изображение шкала это то что мы видим вот здесь то смотрите вот здесь шкала заканчивается 6 10 до например здесь шкала заканчивается там 105 до скажем так и регулируется эта шкала как раз с помощью параметра prf до той настройки которая нам позвали позволяет увеличить или уменьшить разверстку этой шкалы таким образом мы можем добиться результата что максимальная скорость кровотока на нашем кривой скорости должна составлять две трети или три четверти от максимального значения шкалы да то есть субмаксимальными быть практически вот на этой картинке правильно выстроена да как бы кривая скорости кровотока и зафиксировано к измерению а здесь неправильно потому что здесь она занимает только половину вот этой шкалы поэтому здесь могут быть потеряны некоторые параметры при анализе которые могут оказаться нам важны и вот как раз вот такими параметрами мы можем с вами поиграть в момент ну условно говоря поиграть момент выполнения доплерометрии то есть мы можем попробовать менять их прямо в походу и посмотреть сделать так измерение так измерение посмотреть какую мы получим погрешность насколько она будет велика просто для того чтобы понять в каком случае нам это важно отрегулировать в каком случае мы этим можем пренебречь яркость доплера еще один очень важный параметр потому что безусловно когда мы включаем картинку мы можем получить сразу же ее например когда она заливает за пределы сосудов уходит как будто бы у нас залито все доплером бывает так что даже полностью сосуд не заполняется и нам нужно отрегулировать таким образом чтобы не было никаких пробелов чтобы сосуд был заполнен полностью но при этом не выходил цвет за пределы стенок сосуда тоже выполняется индивидуально в зависимости от объема данного сосуда вот здесь представлен у нас велизиев круг и на примере велизиева круга где как правило мелкие сосуды могут вообще быть не видны такие как передние мозговые артерии особенно в небольшие сроки но средний мозговые артерии они видны практически всегда и здесь тоже на снимке они хорошо видны вот они да они самые крупные самые большие базальная линия средний следующий параметр который мы должны отрегулировать мы получаем какое-то изображение не знаю изначально мы подхватили сосуд которого идет к датчику или от датчика до кровотока то что мы вначале на первых слайдах уже с вами смотрели здесь мы можем посмотреть обращаем внимание на вот эту развертку датчику или от датчика и вот наша базальная линия которая может быть на краю скажем так картинки то есть находиться прямо здесь и если речь у нас идет о нормальной кривой скорости кровотока с нормальными показателями не снижающимися до самой вот этой и базальной линии то мы можем оставить спокойно их хоть посередине базальную линию хоть внизу картинки но если мы вдруг имеем значение которые приближаются как например при нарушении гемодинамики уже выражены где у нас снижается до увеличивается диастолический кровоток и мы видим снижение правда нулевых показателей нам очень важно видеть базальную линию нам важно выстроить в таком случае максимально точные настройки до чтобы у нас все совпадало как должно быть чтобы у нас было не более пяти комплексов до на экране чтобы мы с могли правильно оценивать эти изображения кроме этого базальная линия нам нужно чтобы определиться когда иногда бывает к верху ногами можем включить изображение базальная линия у нас окажется внизу вот а изображение будет идти сверху вот тогда перевернутым таком случае мы не сможем его измерить нам нужно немножко регулировать отрегулировать эту базальную линию кроме этого у нас существует волшебная кнопка инверт который также можно использовать для того чтобы переворачивать эти комплексы снизу вверх сверху вниз при этом у нас будет меняться сразу же вот эта шкала подсветности если при вот таком параметре мы сделаем инверт у нас сверху окажется синий внизу красный но и и очень удобно тоже использовать дальше давайте немножко мы основные с вами характеристики по настройкам разобрали теперь я хотела остановиться на индексах сосудистой резистентности индексы сосудистой резистентности это то что отражает непосредственно гемодинамику то есть это уже цифровые характеристики которые позволяют нам оценивать норма или не норма то есть мы сначала изображение получились создав настройки оптимальные скажем так потом это изображение произвели измерение используя шкалу measurement до в шкале measurement как правило мы можем выбрать автоматическую настройку либо ручную автоматическую мы можем использовать вот как на этом изображении когда у нас хорошо прорисованные кривые скорости кровотока когда они практически все оптимально выполнены тогда можно и автоматической если у нас какая-то все-таки визуализация несколько затрудненная да ну помех много ли еще какие-то параметры которые не позволяют на вывести идеальное как бы значение кривой скорости кровотока то тогда лучше сделать ручное измерение какие у нас в принципе существуют индексы как правило это систола диастолическое отношение индекс резистентности пульсационный индекс для того чтобы понимать что эти индексы себя представляют давайте определимся что такое максимальная систолическая скорость и конечный диастолический кровоток и так максимальная систолическая скорость это скорость вот эта верхушка нашей горы до скажем так любая кривая скорости кровотока кроме веносного сразу оговорюсь вот речь про артериальный она имеет пик и как бы плато пик это наша пиковая скорость максимальная систолическая или пиковая пиксистолик велосити вот как это звучит по-английски а конечная диастолическая это завершение нашего плату перед началом нового комплекса который отражает завершение диастолы таким образом вот один такой кар цикл отражает изменение кровотока вперед одного кардиоцикла у плода соответственно это позволяет нам делать вывод о гемодинамике в исковом сосуде вперед одного кардиоцикла почему мы всегда выводим на экран как минимум три кардиоцикла потому что безусловно могут особенно у плода у которого высокая частота сердцебиения могут быть погрешности какие-то и так далее для того чтобы адекватно мы могли измерить нам нужно чтобы справа и слева от измеряемого комплекса вот предположим мы средние выбрали стояли точно такие же правильно выполнены комплексы со скорости кровотока тогда мы можем такое измерение применит примерять применять и брать за истину и так из чего состоят наши индексы сосудистой резистентности это нам важно будет чтобы понимать дальнейшем во второй части лекции что поменялось у нас и что ушло у нас прошлое а что с нами осталось на будущее очистила диастолическое отношение это отношение изменения кровотока в систолу к изменения кровотока в диастолу то есть это по сути часть нашего кардиоцикла только изменение на максимальной высоте и в минимальной поэтому этот показатель требовал пересмотры да хотя начиналось все именно с него как самый простой показатель доплерометрии индекс резистентности уже немножко более как бы такой скажем сложный из максимально систолической скорости вычитаются значение конечной диастолической скорости и все это делится на максимальную систолическую скоростью таким образом мы получаем индекс резистентности пульсационный индекс он как бы отличается от индекс резистентности тем что разницу между пиковой систолической и конечно диастолической скоростью мы делим не только на максимальную а на среднюю между как бы максимально систолической конечно диастолической скорость таким образом пульсационный индекс является тем самым показателем который единственный отражает изменения на протяжении всего кардиоцикла именно поэтому большинство исследований и пришли к тому что это оптимальный индекс для оценки гемодинамики кроме того он позволяет оценить гемодинамику даже тогда когда мы приближаемся к нулевым диастолическим кровотоком так как мы понимаем что на 0 делить нельзя то когда мы доходим до нулевых показателей кровотока то индекс резистентности и систол диастолические отношения получаются невозможными к расчету в отличие от пульсационного индекса это сразу же забегая вперед я расскажу почему все-таки популярность этого индекса она привлекала все большее количество ученых давайте теперь поговорим к виды доплеровского исследования какие бывают цветное доплеровское исследование cdk cf ой как я пред привожу различные здесь название и на латинскими буквами и на наших потому что у нас у кого-то русифицированные приборы у кого-то еще пока нет поэтому мы можем столкнуться даже один и тот же прибор одной и той же марки он может быть русифицирован может быть нет как по панели так и по интерфейсу поэтому лучше запоминать ориентироваться во всех вариантах этих названий цветной доплер с картинок кодирование мы все с вами знаем мы его применяем как бы в рутинных исследованиях как правило все с ними знакомы это наша любимая кнопка которую мы используем спектральная доплерография постоянно волновая и импульсно-волновая постоянно волновая constant wave силы cw то обозначается и импульсно-волновая пульс твой обозначается как pw и существует еще тканевый доплер ну данном случае в акушерстве особо мы его не применяем он применяется для кардиографии других показателей но просто знать что такое существует тоже я считаю что нужно дальше давайте мы с вами подробно пройдем паре разберем порядок выполнения доплерометрии вот пришла к нам пациентка вот она ложится и как мы выполняем и какие нюансы есть при проведении исследования в том или ином сосуде как правило мы укладываем пациентку в положении на спине и для того чтобы получить кривую скорости кровотока в артерии пуповина мы выбираем свободную петлю здесь на картинке демонстрировано как раз хорошо видна свободная петля и спектр кровотока полученные при измерении в этой петле пуповины надо всегда помнить почему выбираем свободную петлю потому что индекс резистентность все 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 индексы сосудистого сопротивления при входе в живот всегда несколько выше то есть близко к малышу при входе в плаценту наоборот несколько ниже поэтому естественно мы должны об этом помнить единственный случай в котором мы все-таки выбираем не свободную петлю пуповины а выбираем место выхода пуповины о из живота плода это двойни потому что мы реально не можем понять когда мы смотрим пуповину одну до свободной петли одного плода или другого иногда нам кажется что мы понимаем но это может создаваться ложное впечатление поэтому для двоин как раз очень характерно то что мы смотрим кровоток близко к животу но тем менее мы стараемся отойти на максимально большое расстояние которое только возможно чтобы мы не потеряли визуализацию входов в живот чтобы не потерять информацию что это кровоток конкретно этого плода и так запомнили свободная петля потому что иначе мы можем немножко искажать данные еще хочу сказать что если вдруг вы померили но не разобрались не поняли где это пуповина получили какие-то пограничные показатели или уже превышен превышающие показатели норму да за 95 процентилем то тогда все-таки лучше убедиться что вы взяли именно свободную петлю перемерить для начала то есть уже вернуться и соблюсти все технически сто процентов правильно прежде чем приступать к следующему шагу случае получения показателей превышающий 95 процентиль следует повторить измерения на любом боку избежать влияние на гемодинамику синдрома нижней полой вены это тоже как бы важно знать потому что иногда бывает что вы поворачиваете пациентку на бок и прямо вот здесь и сейчас прямо при вас меняется этот кровоток до нормальных показателей если получены нормальные показатели в положении на боку то в протокол заносится именно они с пометкой на боку пометка это делается либо для вас самих чтобы в следующий раз понимали что если пометка такая сделана значит у этой пациентке был были проявления синдрома нижней полой вены и кровоток на спине отличался от такового на боку и и также для других докторов которым придет эта пациентка в дальнейшем чтобы они тоже понимали почему это случае превышения 95 процентиля на боку констатируется факт нарушения гемодинамики первой степени об этом мы во второй части лекции с вами еще будем подробно разговаривать дальше оценка на боку следует что за пол выполняется только при необходимости только при одноплодной беременности и только для артерии пуповины для всех остальных характеристик она не применима да потому что она не влияет и как бы они меняться не будут двойни мы смотрим только на спине потому что при двойни все равно мы не можем избежать синдрома нижней полой вены мы можем оказывать давление одного плода другим в том числе и за счет этого будет меняться гемодинамика поэтому такая проба также не применимо для двойни что еще следует знать что оценка кровотока в пуповине среднем из кого артерии то есть плодово плацентарного кровотока проводится только вперед относительного покоя плода то есть когда нету каких-то активных его двигательных движений и уж тем более в случае когда регистрируются дыхательные движения мы должны пациентку такую отпустить на некоторое время потому что длятся они обычно не более чем 10-15 минут и уже после завершения повторить данное исследование дыхательные движения плода могут появляться у него в третьем триместре беременности раньше редко и они связаны с тем что малыш уже тренирует своими жреберные мышцы диафрагмы для того чтобы они могли участвовать легко в акте дыхания после его рождения это уже тоже какой-то некий признак зрелости малыша на поэтому избегаем фиксации результата на фоне этих дыхательных движений на экране мы получим спектр кровотока как правило где абсолютно разные величины будут эти параметры то высокие то низкий комплекс и сразу же вот если мы такое видим лучше оставить как бы эти измерения и чуть-чуть подождать либо перейти к другой части доплерометрии например к измерению маточного кровотока там не будет этого влияния либо вообще оставить топлер делать какие-то другие еще измерения если еще они недовыполнены для правильной оценки необходимо получить 35 одинаковых комплексов на кривой скорости кровотока то что я уже вам говорила и почему тоже я уже вам озвучила дальше для получения кривой скорости кровотока в маточных артериях то есть поповину мы с вами разобрали разобрали про мозговую артерию по подробнее освобожу остановлюсь во второй части лекции где я буду рассказывать нюансы выведения до этих сосудов поэтому здесь сейчас пока на этом не останавливаюсь для получения кривых скорости кровотока в маточных артериях датчик устанавливается в нижних отделах живота как для среза bpr если лежит малыш головой вниз после чего мы смещаем влево влево наружный край датчика и поворачиваем на 45 градусов и градусов наружный край датчика таким образом мы встаем грубо говоря вдоль гребня подвздошной кости если так можно сравнивать такой проекции чаще всего удается сразу же визуализировать ход маточной артерии вот примерно в таком формате как сейчас у нас изображен на экране справа маточная артерия в данном случае вот она идет практически горизонтально и она пересекает у нас широкую толстую подвздошную артерию для маточной артерии характерен всегда такой легкий дующий звук он отличается от того что мы слышим при выполнении доплерометрии в артерии пуповины и средней мозговой артерии это уже материнский кровоток он отражает гемодинамику матери поступление крови от матки к плаценте на этом этапе и это достаточно крупный сосуд который в общем то имеет такую среднюю резистентность как правило кровоток маточных артерий измеряется с двух сторон справа и слева и оценивается по среднему показателю вот здесь я очень хотела бы обратить ваше внимание на то что мы оберем именно средний показатель и не поленитесь его пожалуйста высчитать потому что долгое время бытовало мнение что можно описать нарушение гемодинамики в правой маточной артерии или в левой маточной артерии хотя уже давно как бы в общем то это не было совсем правильным вот на данный этап это совсем считается ну не комульфо как говорится писать заключение по типу повышения кровотока в той или иной маточной артерии пишем в целом потому что у нас кровоснабжение плаценты идет с двух сторон и очень часто если есть нарушение с одной стороны 2 маточная артерия 1 компенсирует эти нарушения и в целом нарушений подачи кровотока не происходит поэтому берем средние показатели теперь дорогие друзья мы с вами перейдем к демонстрации мы попробуем все то же самое проделать на пациенте у нас есть и пациентка со сроком 24 недели и мы сейчас с вами попробуем все то же самое повторить так уважаемые коллеги давайте теперь мы посмотрим демонстрацию как выполняется доплерометрия на пациенте да то есть мы сможем с вами проследить весь путь выполнения доплера от самого начала у нас с вами в работе сегодня будет прибор фирма миндрей который называется и мэйджин ай-9 да и мы с вами попробуем провести на нем доплерометрию но начнем со стандартных процедур без них никуда для начала мы с вами введем информацию о пациенте вот набираем фамилию ну условно мы пока назовем три буковки да не будем ничего другого писать обязательно для акушерских исследований нам важно первый день последних месячных скажите пожалуйста первый день последних месячных 20 февраля так 20 февраля сейчас мы его занесем в программу и и получается что у нас 24 недельки беременности ровно вот и мы с вами начинаем исследование исследование уже у нас настроено в акушерском режиме вот мы смотрим для начала как в любом акушерском исследовании как у нас исходно находится малыш как у нас лежит плод в данном случае мы с вами видим что малыш лежит головой вниз он лежит спинкой к нам сюда вот вправо да вот прослеживаем спинку и оптимизируем чуть-чуть изображение что было лучше видно даже можно немножечко добавить еще гелента чтобы легче было перемещать датчик и смотрим вот у нас хорошо видно сейчас плацента вот у нас видно пуповинка то есть все основные показатели которые нам нужны для выполнения доплерометрия у нас здесь есть и потихонечку приступаем к выполнению всегда начинаем с главного сосуда отражающего гемодинамику это артерия пуповины для этого мы находим свободную петлю пуповины вот у нас есть свободно плавающая петля пуповины но если малыш в этот момент у нас проснется то эта петля будет немножечко двигаться и нам будет не очень удобно в ней работать но главное что на она не должна быть прямо у места впадения в пуповину в плаценту и не должна быть у места выхода из животика плода да то есть нам нужна какая-то свободная петля но желательно чтобы она была либо может быть немножко фиксирована конечностью либо около головочки вот например вот это мне нравится больше мы с вами что делаем включаем c доплер да у нас появляется рамка если нам хочется эту рамку подрегулировать то мы активируем ее и немножечко перемещаем да например нам хочется в другое место переместить эту рамку либо же хочется поменять размер вот через боковые клавиши от прибора во многих приборах это очень интуитивно однотипно сделано мы можем менять размер этой рамки как мы с вами разбирали в лекции рамка нас не должна сильно превышать зону интереса да то есть вот мы ее отравняли за это время у нас малыш проснулся зафиксировали нажатием той же клавиши и можем теперь ее опять свободненько перемещать вот например нам понравилась эта петля пуповины мы включаем уже импульсный доплер для того чтобы получить пробный объем который мы тоже можем регулировать да вот выбираем какую-то петелечку и смотрим да вот здесь у нас указан размер пробного объема изначально он нам подходит 2 миллиметра это оптимально для сосудов пуповины но мы помним с вами что нам нужно как правило если мы речь идет о каких-то других сосудах и других сроках нам нужно так что пробный объем был размером приблизительно по диаметру сосуда то есть конечно в данном случае два это для нас как раз оптимальная величина выстраиваем ее еще раз и нажимаем на эту же клавишу для того чтобы запустить запись изображения но сейчас малыш как раз двигается поэтому скорее все мы сейчас немножко сползем с этой петли смотрите вы получили с вами изображение но у нас базальная линия находится в другом месте да вот у нас базальная линия ой малыш задвигался так что мы тогда делаем мы еще раз сейчас перезапустим запись и так как у нас сейчас с вами получилась другая у нас 2 у нас и базальная линия оказалась снизу на самом деле я не это хотела продемонстрировать я не хотела сказать что нужно выбрать другую артерию пуповины нет я просто сделала перенап перезапор как картинки и получилось так что попала на другую артерию вот например опять на исходную мы делаем инвертировать и оказывается что у нас изображение на нужной величине кроме того у нас с вами есть регулировка величины базальной линии для артерии пуповины по крайней мере в обычной жизни когда у нас не нарушен кровоток как у этого малыша здесь хороший кровоток нам не обязательно что базальная линия была как-то отодвинута от края экрана но если у вас ведь у нас как бы не превышает диастолический компонент диастолический не доходит до изолинии и не снижается но если у нас бы случились какие-то нарушения гемодинамики и у нас например нужно было бы отследить доходит он до изолинии или спускается ниже то нам обязательно эту базальную линию видеть на экране тогда мы ее вот обязательно поднимаем а сейчас нас устроит и ее расположение внизу тем временем малыш у нас еще подвигался немножко уехали в сторону в этом ничего страшного нет мы можем и другую какую-то петельку пуповины поискать здесь совершенно мы не привязаны к одному и тому же месту продолжим наши регулировки еще раз делаем забор так не очень удачный получился повторяем его на что теперь хочу обратить наше внимание по тому же порядку как мы с вами разбирали в лекции посмотрите на величину комплексов они не должны занимать у нас быть меньше чем на 75 процентов мы с использованием шкалы можем регулировать видите справа в момент движения у нас меняется так малыш совсем у нас тут разбуянился сейчас мы к нему подберемся поближе и повторим еще раз забор опять привели вниз и регулируем шкалой то шкалу нам нужно с вами чуть-чуть увеличить чтобы мы могли адекватно измерять вот тогда но еще смотрите у нас достаточно много комплексов сейчас мы с вами в лекции разбирали что оптимальным является 5 комплексов до 35 комплексов поэтому мы с вами можем что сделать мы сейчас сделаем еще одну регулировку чтобы эти комплексы все уменьшить количество мы с вами выбираем вот такую настройку и меняем скорость немножко когда мы скорость увеличиваем у нас количество кадров получается количество комплексов здесь меньше возвращаемся в основное меню и теперь попробуем еще раз уже финально собрать наш доплер мы отрегулировали по высоте по частоте комплексов на экране теперь мы можем нажать на фриз остановить наше изображение сделать измерение для того чтобы сделать измерение мы берем нажимаем клавишу measurement здесь мы можем выбрать или автоматический режим или ручной выбираем для начала сосуд предположим автоматически до автоматически достаточно неплохо обвел нам все параметры да то есть в общем то меня он устраивает но например мы хотим переделать и в ручном варианте тогда мы ставим на верхушку комплекса на пиковую систолическую скажем так скорость крестик и аккуратненько проводим вниз до начала следующего комплекса и фиксируем и получаем изображение где мы их можем увидеть вот наши основные характеристики которые вам также показывала в лекции мы видим систол диастолическое отношение мы можем видим пульсационный индекс индекс резистентности и пиковую скорость кровотока вот основные наши характеристики при этом мы также смотрим сюда и мы видим что мы работали с величиной пробного датчика 2 да то есть это величина соответствует диаметру сосуда мы видим что у нас фильтр который подавляет шумы от стенки сосудов выведен до 65 герц угол соответствует нулю градусов до частота кадров вот такая точно все настройки соблюдены оптимальные и мы можем таким образом принимать это изображение нас все устроило сейчас мы попробуем сделать измерение в другом сосуде порядке повернуться на бочок не хочется все нормально хорошо так значит мы теперь смотрим следующий сосуд тоже достаточно важный и вот здесь я хочу обратить внимание что когда мы делаем измерение в среднем изговой артерии мы выводим голову в срезе приблизительно как для бпр дальше мы включаем рамку до чтобы цветнуть рамку чтобы видеть эти сосуды вот они у нас видны и начинаем регулировать да вот это слишком много доплера да это слишком мало доплера мы выбираем оптимальный показатель обязательно использую зум потому что когда мы речь идет о более тонких сосудах то нам нужно видеть хорошо а здесь нам нужно видеть еще место отхождение от филизи его круга четко поэтому конечно нам здесь нужны оптимизация настроек как мы ищем и находим непосредственно как мы понимаем что это среднемозговая артерия давайте об этом поговорим значит она у нас находится передних отделах велись его круга она идет в сторону лица плода до вперед под углом среднем 45 35 градусов то что соответствует крылу с финоидальной кости основной кости и по сути велись и в круг он расположен у нас передних отделах головы причем чем больше срок тем чуть чуть ближе к центру отодвигаться будет велись и в круг совсем маленьких сроках мы будем его видеть вообще практически в лобной части это вот такие есть особенности хитрости вот у нас близлежащие к поверхности датчика и дальняя артерия оптимально измерять в ближайшие артерии так как здесь срок еще не очень большой 24 недели поэтому мы не видим так идеально весь велись и в круг но нам достаточно видеть саму артерию мы понимаем где находится место отхождения от артерии и вот здесь я чуть-чуть уменьшила бы пробный объем до полутора потому что срок небольшой чуть-чуть отрегулировала бы регулировки по заполнению цветом в сосуде и помним что если вдруг у нас есть подозрение на аниме и у плода мы должны отрегулировать угол так вот он этот наш угол значит такую настройку мы тоже должны совершить он должен идти вдоль сосуда и вот пока малыш у нас не начал двигаться мы уже начал делаем забор забор то и что мы видим здесь чуть-чуть другого типа комплексы они похожи в принципе на пуповинные да но немножечко отличаются здесь хорошо тоже видно пиковая систолическая скорость конечная диастолическая мы точно также можем измерить в этом сосуде и автоматическом режиме вот смотрите он нам достаточно неплохие измерения дал мы их в общем-то прим принимаем мы видим здесь пульсационные индекс мы видим индекс резистентности пиковую систолическую скорость так которая является нормальной для этого срока беременность то есть у малыша все хорошо с гемодинамикой дальше мы выполнили с вами опять убрали все на настройки до исходных выполнили с вами оценку кровотока в мозговой артерии и переходим к оценке маточного кровотока как мы ищем маточной артерии значит мы располагаем датчик примерно на срезе где мы обычно смотрим bpr плода при головном предлежание дальше мы смещаем его на край матки и разворачиваем на 45 градусов вот таким образом после этого включаем рамку и вот мы видим у нас маточная артерия уже попала в экран да вот она идет вот она она пересекает данном случае толстую большую подвздошную артерию здесь мы немножечко себе оптимизируем участок на котором мы будем измерять опять регулируем глубину значит заполнение цветом немножко увеличиваем чтобы нам было удобнее работать возвращаем на ноль наш угол сейчас вернем вот таким образом что нам здесь не нужна регулировка угла и выполняем измерение маточный кровоток это уже материнский кровоток то есть как поступает кровоток от матери к плаценте здесь нам нужно со шкалой абсолютно нормальная у нас здесь четыре комплекса до их лучше измерить вручную потому что будет много помех иначе которые нам не позволят сделать грамотное измерение если в автоматическом режиме это будем делать вот мы поставили крестик и вот мы продолжаем измерять и что мы получили здесь мы получили только индекс резистентности нам это не годится нам нужен пульсационный индекс давайте еще раз тогда измерим вот теперь мы выбрали другую настройку и у нас получается сделать пульсационный индекс видите вот он у нас тут видим пульсационный и индекс резистентности в общем другие показатели нам здесь особо и не нужны принимаем это изображение и дальше переходим к демонстрации как померить кровоток в левой маточной артерии то же самое возвращаемся к центру сместились немножечко в левую сторону развернулись на 45 градусов и включили цвет цвет смотрите мы сразу оказались на маточной артерии увеличили слегка здесь все уже хорошо заполняется сосуд цветом здесь у нас уже отрегулирован контрольный объем и измеряем вот здесь мы сразу получили идеальное изображение можем чуть-чуть его поярче сделать в целом нас все устраивает можем чуть-чуть шкалу увеличить что мы же помним про 75 процентов до заполнения и и давайте с вами померяем здесь также кровоток в ручном режиме проводим линию и получаем вот такие цифры кровотока кровоток хороший дальше мы с вами что делаем открываем таблицы и смотрим соответствие всех индексов тому что нужно малыш нам машет руками говорит спасибо и в общем то наверное вот открывает ротик пьет водичку такой хороший малыш говорит нам спасибо и мы малышу говорим спасибо я думаю что на этом мы выполнили все наши характеристики по доплеру и можем завершать нашу демонстрацию ну что дорогие коллеги мы с вами посмотрели на живом пациенте как происходит выполнение доплерометрии я надеюсь что это было полезно потому что мы с вами разобрали все основные характеристики как они применяются на практике и с какими сложностями любой человек может столкнуться при выполнении доплерометрии что понятно в один в одном случае можно выполнить за 3 минуты в другом случае можно выполнять гораздо дольше главное соблюсти все основные параметры критерии для того чтобы получить оптимальные результаты которые можно оценивать дальше и теперь мы с вами перейдем уже к другой части лекции которая будет посвящена тому вообще что такое доплерометрия фетоплацентарного кровотока как она видоизменялась за последние годы и вообще что она означает для для акушера гинекологов для чего она вообще выполняется когда она выполняться должна и так далее то есть мы сейчас уже поговорим о более общих таких моментах почему я хочу начать функциональной системы мать плацента плод которая была впервые открыта анохиным потому что на самом деле это он он являлся основоположником практически до этой функциональной системы человеком который первый он физиолог до 1 доказал что это единый организм до него плод расценивался как плод мать расценивалась как мать а плацента это было нечто что долго договаривались относятся к матери или плоду и вот начиная как бы с выделение функциональной системы мать плацента плод появилось единое представление о функционировании и как едином организме это единая функциональная система которая начинает формироваться сразу же после зачатия и обеспечивает поддержание оптимальных условий развития эмбриона и плода в организме беременной женщины ее формирование связано с возникновением сложных взаимообусловленных адаптационных процессов и образованием плаценты определяющий взаимосвязь организма матери и плода до момента рождения этого же этого плода который в дальнейшем уже становится отдельным единым организмом и вот исходя из этого формируется как бы представление о патогенезе изменений в момент оценки кровотока в этой функциональной системе об этом я и хочу с вами поговорить ведущим патогенетическим механизмом нарушения состояния плода при различных осложнениях беременности и экстрагенитальных заболеваниях является гемодинамические нарушения в единой функциональной системе мать плацента плод большинстве наблюдений гемодинамические нарушения характеризуются универсальностью и однотипностью изменений вне зависимости от состояния и эти опыта генетического фактора то есть если мы понимаем механизмы работы мы понимаем их последовательность мы понимаем что все изменения они как бы мог закономерно в определенных условиях и имеют определенную последовательность изменений где не может как бы одна степень перескочить через другую но в зависимости от различных эти опыта генетических факторов скорость этих изменений может быть различная кроме этого влияют системные нарушения гемодинамики у матери на патогенез развитие таких состояний особенно при тяжелом их осложнениях беременности таких как гистоз и при некоторых экстрагенитальных заболеваниях особенно связанных с изменением сосудистого русла такие как диабет такие как артериальная гипертензия и ну и некоторые другие системные заболевания типа системной красной волчанки и так далее целью оценки гемодинамики в системе мать плацента плод можно производить измерение индексов сосудистой резистентности кровотоку в маточных артериях артерии пуповины аорте плода среднем мозговой артерии а также венозном протоке вени пуповины мы с вами в первой части разговаривали только об оценке практически ну по сути артериального кровотока и разбирали его характеристики потому что венозный кровоток он оценивается в меньшей степени и что что касается плода ну в общем-то из таких рутинных вещей которые мы все должны уметь делать и знать это оценивать кровоток венозном протоке который в общем-то относится к венозной системе но она немножечко отличается по характеристикам мы про него немножко попозже скажем вот как выглядит у нас функциональная система мать плацента плод да у нас есть матка в ней есть кровоток в маточных артериях да вот на этой картинке она такая собирательная она взята из старого учебника специально потому что она по сути отражает механизмы до изменений во всей этой системе есть матка в ней могут быть изменения есть плацента плаценте тоже могут быть изменения которые характеризуются изменениями либо на только на пути от плаценты к плоду и тогда мы видим изменения в артериях пуповины либо же мы видим уже ответ адапте адаптивных каких-то реакций плода в ответ на изменения в плаценте и тогда мы видим изменения в среднемозговой артерии в аорте и в самом последней ситуации уже в крайних случаях венозного протока поэтому данная картинка она по сути отражает то что происходит в функциональной системе мать плацента плод вообще доплерометрия оценки кровотока в этой системе она обладает достаточно высокой информативностью не инвазивностью то есть это абсолютно безопасный метод и он несложный выполнение при соблюдении определенных характеристик может быть первая часть сегодня звучало несколько громоздко но я намеренно разобрала все в деталях для того чтобы вы один раз в это вникли и дальше об этом не задумывались по что по сути нам все вот это в таких тончайших деталях не нужно когда выполняем доплер но мы должны понимать как бы куда посмотреть если что-то не получается и как отрегулировать то что нам нужно для оптимизации изображения поэтому я этому уделила столько времени относительная техническая простота выполнения этого исследования безопасность до возможность использования на протяжении всей беременности ведь мы с вами знаем что мы начинаем применять топлер уже начиная с первого триместра ну и заканчивая можно сказать провожая женщину в родильный зал теперь чуть-чуть хочу показать все-таки кровообращение плода и немножечко заострить внимание на этом потому что на первом этапе когда мы видим что поступает кровь от матки к плаценте и от плаценты к ребеночку еще есть понимание что происходит а дальше внутри происходит ряд механизмов которые меняются если малыш начинаете а плохо чувствовать и вот зависимости от этих изменений у нас и происходит как бы трактовка и оценка происходящего поэтому я все-таки дала здесь такую картинку где мы видим кровообращение плода где синим обозначены те органы которые обычно мало кровоснабжаются просто потому что они не нуждаются большом кровоснабжение внутрь сильно обогащенной кислородом крови до обратите внимание легких ним тоже относятся вот мы видим выход легочной артерии которая разделяется на на две ветки и она прокрашивается синим да то здесь не требуется большого красном же легкие у нас внутри утром на не работают и у нас мама дышит за малыша мама обогащает кровь кислородом и благодаря этому малыш через плаценту получает оксигенированную кровь в отличие от того как того что происходит после того как малыш уже родиться сделает первый вдох отделиться от мамы значит органы со средней оксигенации да здесь обозначены фиолетовым и вот мы видим это аорта нисходящая вся нисходящая аорта и все соответственно питающие органы то есть этой почки и все остальные сосуды и сосуды нижних конечностей данном случае и артерии поповины это средняя оксигенация и органы с высокой оксигенации где у нас максимальная оксигенация это получается от печени до к сердцу и выброс в дугу аорты и голове смотрите там от дуги аорты у нас что отходят сосуды головы и шеи да мы знаем что здесь сонная артерия отходит подключичный то все что питает по сути наш головной мозг что формирует велизии в круг соответственно от которого что отходит среднем мозговая артерия которая нам доступна для диагностики на самом деле она не просто так выбрана для диагностики как бы скажем так адаптационных реакций плода для в том что этот сосуд легко воспроизводим в диагностике он находится все время в одном и том же месте во что велизия в круг фиксирован вкусной системе да он имеет ряд каких-то своих особенностей безусловно да и и как бы аномалии развития но все равно чаще всего это артерия она возможно к тому чтобы ее найти вот это такая картинка если смотреть на картинку теперь давайте разберемся что происходит кровь по вене пуповины поступает от плаценты к плоду вена пуповины у нас получается так сейчас я наведу вена пуповина у нас идет от плаценты это толстый сосуд с оксигенированной кровью видите по артериям пуповины кровь оттекает и оттекает она уже видите более со сниженным оксигенации в плаценту повышение резистентности кровотока в артериях пуповины характеризует нарушение оттока от плода при повышении резистентности кровотоку в плаценте то есть когда у нас происходит какие-то нарушения по в работе плаценты она отвечает тем что внутри неё в микрососудистом русле происходит изменение резистентности то есть изменение сопротивления и это изменение сопротивления она отражается на сосудах пуповины вот на вот этих самых фиолетовых сосудов которых мы с вами измеряем кровоток таким образом когда мы видим изменение кровотока в артерии пуповины мы говорим о том что в плаценте поменялось сопротивление по какой-то причине патогенез этого сопротивления может быть транзиторный какой-то да ситуация мы например женщину на бок повернули был синдром полой вены нижней полой вены и она сразу все восстановилась да значит это какие-то транзиторные были изменения гемодинамики либо же это постоянное изменение которое мы получили что не изменяется ни так ни сяк не не по-разному и мы уже понимаем что значит что-то происходит с плацентой какие-то факторы на нее влияют и следующим этапом ну на этом этапе мы оставляем плаценту мы видим изменения в пуповине которые могут иметь различные характеристики от незначительных до очень выраженных и переходим к тому как плод реагирует на эти изменения в пуповины значит мы смотрим кровоток мозговой артерии и видим что в нем например нормальный кровоток то есть мозговой артерии изменения не произошли соответственно мы делаем вывод что у плода адаптационные механизмы не запущены значит в них не было необходимости значит вот эти нарушения в пуповине они обратимые они на данном этапе не причиняют дискомфорт плоду но при как бы отсутствие устранения первопричины которая привела к изменению резистентности в плаценте будут запущен ряд последовательных процессов которые рано или поздно приведет к запуску адаптационных механизмов то есть к изменению кровотоку кровотоков мозговой артерии а также к дальнейшем каким-то уже изменение венозного кровотока что происходит следующим образом если мы видим изменение кровотока в мозговой артерии как он у нас меняется он снижается снижается это что значит что сосуд со становится шире сосуд становится шире сопротивление становится меньше кровотоку и делается это организмом для того чтобы та самая оксигенированная кровь которую мы видим вот здесь то как можно лучше поступало головному мозгу к тому самому органу который должен у нас отвечает за регулировку всего и если где-то пахнет жареным так скажем если организм чувствует что малыш начинает страдать он запускает вот эти резервные механизмы централизации кровотока то есть начинает кормить головной мозг скажем так чтобы он регулировал все процессы уже по необходимости и отключает подачу даже средней оксигенированной крови от всех остальных органов то есть они начинают получать меньше кровотока это и печень это и почки и все остальные органы которые уже становятся второстепенные в момент как бы реализации вот этих функций если ситуация не меняется и плод продолжает страдать дальше то есть продолжает нарастать изменения в плаценте соответственно происходит увеличение изменений в сосудах пуповины и снижение кровотока мозговой артерии то есть снижение резистентности дальше последовательно может нарушиться и венозный кровоток как правило это уже говорит о каких-то критических изменениях когда уже наоборот резервные мех механизмы восстановления завершаются и подключаются уже изменения в венозных протоке венозной системе это уже последние как бы моменты которые конечно требуют немедленного вмешательства вот венозный кровоток нарушается в последнюю очередь и как и может завершиться фатальными нарушениями поэтому в зависимости от срока беременности здесь есть различные тактики как мы себя ведем когда мы добираемся уже до этой финальной стадии хочется отметить что с учетом того что я говорила в самом начале о том что все механизмы универсальные и это в общем-то доказано в работе функциональной системы мать плацента плод связи с этим и время прохождения от одной стадии к другой она тоже универсальная да то есть зависимости от выраженности изменений в плаценте изменение ряда последовательных функций будет происходить как бы скажем так с разной скоростью но они будут происходить последовательно то есть как правило не бывает так что было все хорошо а потом на следующий день нарушение гемодинамики третьей степени да все равно это последовательные процессы просто они могут быть не пойманы на каком-то этапе если мы слишком большие перерывы между осмотрами делаем связи с этим если мы что-то увидели начинается алгоритмы наблюдения уже другие чтобы мы вклинились вот в этот последовательный процесс и не пропустили серьезных изменений до появления критических нарушений артериального кровотока происходит этап централизации плодового кровотока когда при высоком сопротивлении в артерии пуповины сопротивление средней мозговой артерии снижается для того чтобы обеспечить максимально как бы головной мозг кровообращение вот то что я вам проговорила и какой характеристику мы используем доплерометрическую чтобы увидеть это мы смотрим на цереблопроцентарные отношения то есть отношение индекса в мозговой артерии по отношению и к индексу в артерии пуповины о каком индексе идет речь в данном случае опульсационном хотя на разных этапах развития доплерометрии это были разные индексы и индекс резистентности с до использовалась и как бы раньше был критерий такой что мы оценивали больше единицы или меньше единицы есть централизация или нет централизации теперь у нас другие характеристики мы пользуемся ценительными таблицами мы по это еще с вами скажем сегодня теперь немножко давайте посмотрим как выглядит нормальная измененная сколка кривая скорости кровотока в артерии пуповины я намеренно взяла эту картинку из гайдлайна до из огавского все наверное доктора работающего к шерсти гинекологию прекрасно знают просто на самом деле она достаточно лаконично и она очень хорошо отражает последовательность изменений то о чем мы с вами говорили то есть сначала мы видим нормальный кровоток потом например какой-то фактор начал мешать работе плаценты мы увидели что кровоток начинает меняться увеличивается пульсационный индекс за счет чего за счет того что увеличивается конечно диастолический кровоток смотрите то есть происходит углубление до увеличения этого плато и приближение его к базальной линии вот именно в этот момент мы базальную линию как правило поднимаем чуть чуть повыше чтобы не пропустить момент когда он касается либо же уходит ниже базальной линии и здесь я хочу сказать что очень важно особенно на как бы прибора где нету регулировок пресетов акушерских где мы делаем их вручную выставить низкий фильтр вот в этот момент потому что некоторые есть приборы которые могут показывать что здесь у нас вот как например как вот здесь диастолический кровоток присутствует а если мы настроим низкий фильтр мы увидим что например он касается изолинии в некоторых местах уже есть даже пробелы то есть там где есть нулевой диастолический кровоток поэтому как только мы видим что у нас с вами начинает углубляться диастолический кровоток то очень внимательно относимся к фильтрам вспоминаем о них и выстраиваем самый низший это бывает они они могут по-разному обозначаться я выстраиваю на 0 сразу же его дальше отсутствие конечно диастолического кровотока смотрите это по-русски говоря нулевой диастолический кровоток так мы его обозначаем вот эту если здесь мы видим уже например нарушение гемодинамики 1 если мы увидели вот здесь такие как бы изменения на этом этапе может быть нарушение в мозговой артерии может быть еще нормальный кровоток то здесь мы уже видим критические нарушения до 0 диастолический кровоток относится к критическим нарушением гемодинамики и обычно он происходит уже после того как произошла централизация то есть мы помним это что все процессы последовательные и вот это нулевой диастолический кровоток который Приможется потом переходить еще и в реверсивный, то есть когда в фазу диастолы, в ту фазу, когда у нас должен получать организм обогащенную кислородом кровь, происходит наоборот отток, да, и в такой момент, конечно, что у нас происходит? Малыш перестает расти, потому что все органы у нас, даже уже на вот этом этапе, когда обеднение происходит, оксигенация, малыш уже перестает активно набирать, что и проявляется задержкой темпов роста, да, то есть все логично на самом деле в системе нашего организма. Вот, и когда мы получаем вот эти два последних показателя, то, конечно, это уже нужно бить тревогу, такая пациентка обязательно находится в стационаре под контролем, в зависимости от срока беременности, если есть возможность, то и пишется КТГ, если есть необходимость, то обсуждается вопрос о родоразрешении, если срок уже позволяет, но во всяком случае это уже серьезные изменения, ну и безусловно, в данном этапе важно устранять причину, если это возможно. Венозный проток, да, вот типичный комплекс венозного протока, он такой двугорбый, скажем так, он может быть с ортоградный кровоток, то есть когда он в диастолу не доходит до изолинии, и ретроградный, когда в диастолу происходит отток от сердца. Венозный проток представляет собой сосуд, который является прямой коммуникацией между пупочной веной и центральной венозной системой, через которую формируется поток с хорошо оксигенированной кровью. То есть по идее тут у нас должен быть при нормальном ортоградном кровотоке, это тот сосуд, через который идет сильно оксигенированная кровь. И если мы в этот момент получаем отток, это значит, что все оксигенированная кровь больше у нас не поступает никуда. И это момент практически уже критичный для плода. С конца первой триместры беременности при нормальном развитии плода кровоток в венозном протоке характеризуется трехфазной кривой, обусловленной различными фазами сердечные циклы, желудочковой систолой, ранней желудочковой диастолой, то есть вот это желудочковая систола, первый горб большой, дальше идет ранняя желудочковая диастола и предсердная систола, но это уже классическая диастола. При нормальном развитии беременности кровоток в венозном протоке остается однонаправленным на протяжении всех фаз сердечного цикла, то есть ортоградным, как на верхней картинке. Кровоток в среднемозговой артерии, он отражает мозговую гемодинамику. Еще раз повторюсь, что среднемозговая артерия на самом деле выбрана как сосудный, более удобный для диагностики и оценки мозговой гемодинамики. И по большому счету, если у нас, например, с вами доношенный срок беременности, очень низкое расположение головы и нету доступа, реально нету доступа к среднемозговой артерии, мы можем и в заднем мозговой артерии померить. При нормальной гемодинамике больших различий у плода не будет, при измененной, да, они будут, но при нормальной это не будет большой серьезной ошибкой, мы, по крайней мере, сможем понимать, есть тут нарушения или нет. Еще, к слову сказать, в такой ситуации можно использовать логалищный доступ, если плод лежит головой вниз и голова очень низко. Это тоже помогает нам выполнить в доношенном сроке измерение среднемозговой артерии. И вообще, я вот застала еще тот период, когда в третьем триместре, например, мы мерили только кровоток в артерии поповины и в мозговой кровоток мерили только если были изменения сосудистого сопротивления в артерии поповины. Сейчас, конечно, мир перевернулся и уже как бы доказано, что изменения могут происходить в мозговой гемодинамике не только за счет того, что она снижается и становится ниже единицы по отношению к кровотоку в артерии поповины, но и в принципе ее относительное снижение может уже наталкивать на мысль о неблагополучии плода. Поэтому, безусловно, мы в третьем триместре меряем ее всегда. И чем позже срок, чем ближе к родоразрешению, тем более важным является этот показатель, именно среднемозговая артерия. При оценке кривой скорости кровотока в среднемозговой артерии мы также, как и во всех перечисленных перед этим сосудах, оцениваем пульсационный индекс. Это современные тенденции, это то, что диктуют нам современные гайдлайны. Мы оставляем с вами индекс сосудистых сопротивлений и остальные в прошлом, и мы пользуемся только пульсационными индексами. Про среднемозговую артерию хочется еще сказать, что в случае подозрения на возможную аниме у плода дополнительно оцениваем максимальную систолическую скорость кровотока. Я еще про это подробнее расскажу в самом конце. И очень важный показатель цереброплацентарное отношение, который сейчас в третьем триместре выходит на первый план. И в доношенном сроке считается, что если мы, например, получили изменение, измерили кровоток в среднемозговой артерии, получили показатели кровотока, ну, может быть, приближены к пятой процентиле, но все-таки в норме, но при этом цереброплацентарное отношение будет ниже пятого процентиля, то такую гемодинамику мы по праву расцениваем как нарушение гемодинамики второй степени. То есть это более значимый даже показатель, чем отдельно взятая оценка цереброплацентарного кровотока в мозговой артерии. Он отражает изменение кровообращения, заключаясь в переспределении кровотока к жизненно важным органам, головному мозгу. То есть запускаются компенсаторные механизмы, и с помощью этого показателя мы можем оценивать их благополучие. Дальше отдельным образом стоят маточные артерии. Маточные артерии тоже, это картинка взята из того же самого гайдлайна. И здесь очень просто хорошо продемонстрирован нормальный кровоток с нормальным диастолическим компонентом. Здесь характерно обычно длинное горизонтальное плато для маточных артерий, потому что у нас гораздо реже частота сердцебиения, здесь немножко другой спектр кровотока. И здесь с низким диастолическим кровотоком мы видим, углубляется сразу же эта линия, и иногда даже формируется дикротическая выемка, как вот здесь, которая характеризует достаточно высокую резистентность уже в этом сосуде. Повышение резистентности в первом триместре в маточных артериях может являться маркером развития гистозы и или плацентарной недостаточности в третьем триместре. Поэтому по современным всем рекомендациям и требованиям выполнения первого скрининга мы обязательно эти параметры выполняем с вами, обязательно заносим в программу Острая и проводим расчеты рисков по осложнению течения беременности. При изолированном повышении резистентности в маточных артериях и нормально плодом плацентарном кровотоке не требуется ежедневное наблюдение, еженедельное наблюдение. Коллеги, я вот очень хочу на этом акцентировать внимание. Смотрите, если у вас пациентка не отягощена соматически, если у нее нету каких-то факторов, которые, например, за которыми нужно следить, и которые могут влиять на изменение гемодинамики плода в целом в системе мать-плацента плода, о которой мы с вами говорили, то не нужно оценивать при изменении маточного кровотока его регулярно. Он не улучшится, как правило. Он будет всегда приблизительно одним и тем же, вплоть до родов. И он не повлечет за собой каких-то других изменений. То есть дальше это уже коммерческие визиты начинаются. Если они, конечно, не возбраняются, но они не несут никакой пользы. Еще хочется сказать, что оценка кровотока в маточных артериях немножко снижает свою информативность при многооплодной беременности. Потому что происходит настолько мощное перераспределение кровотока, что маточные артерии, они очень рано, во-первых, могут иметь изменения в сопротивлении, они большую нагрузку на себя несут. Так что на этом сильно не заостряемся. Теперь давайте поговорим в целом, зачем вообще нужна доплерометрия. Мы уже с вами выяснили, что такое функциональная система мать-плацента-плод. Так вот, доплерометрия нужна для того, чтобы оценить состояние работы вот этой мать-плацента-плод. То есть функционирование плаценты. Изменения плодово-плацентарной гемодинамики могут влиять на течение беременности, сроки и способы рот разрешения. Вот зачем нам нужен доплер. Почему мы его часто делаем, иногда в доношенном сроке. Почему мы смотрим его каждый раз тогда, когда пациентка хочет проходить максимум. Когда уже проходит 41 неделя, пациентка ходит и доктор-окшир-гинеколог ждет развития спонтанной родовой деятельности. Потому что нам важно быть уверенным, что резервы плаценты не закончились. И это для нас, по сути, единственный способ. Дальше хочу ответить еще на один очень важный вопрос, который очень часто задают не только пациенты, но и доктора. Чем отличается доплер от КТГ? Доплер – это оценка работы плаценты, то есть это функционирование плаценты. А КТГ – это оценка функционального состояния плода, то есть оценка его адаптивных реакций в целом. Поэтому это не совсем одно и то же. И поэтому, когда доктор назначает пациентке сделать доплер и КТГ, то это не значит, что или доплер, или КТГ. Это значит, что и доплер, и КТГ. И это разные немножко исследования. И когда мы переходим к ухудшению самочувствия плода, оба эти исследования нам очень важны. Давайте разберемся, когда по современным всем нашим нормам, если все свести вместе, и клинические рекомендации, и какие-то рекомендации западных гайдлайнов, в частности, СОГовских, когда нужно делать доплер планово. Ну, первый триместр я опускаю. Мы уже поговорили, что сейчас это входит в стандарты выполнения первого скрининга. Я говорю про уже акушерский большой доплер. В третьем триместре, в период выполнения третьего скрининга, рекомендовано выполнять доплерометрию. Да, рутинно, планово, потому что там тоже мы можем уже видеть какие-то изменения работы плаценты и подозревать какие-то, например, изменения последовательные, на которые мы можем не то чтобы повлиять, но мы можем отследить их и в свое время подкорректировать план ведения и план родов. 3-7-40 недель по достижению доношенного срока, то есть когда может подходить к завершению резерва этой плаценты, особенно если пациентка переносила какой-нибудь ОРВИ при беременности, если она отягощена соматически, то и обязательно выполняется доплер в доношенном сроке. После 40 недель мы выполняем доплер каждые 5 дней до момента родоразрешения, потому что здесь мы уже подходим к тому, что функционально беременность должна совершаться. И нормальная плацента, безусловно, имеет еще запас всяческих резервов, но тем не менее мы за ней смотрим и контролируем. Как только мы уже переваливаем через границу 41 недели, мы начинаем выполнять доплерометрию каждые 2 дня вплоть до родоразрешения. А иногда бывает, что ежедневно, если уже совсем-совсем, мы подходим к перенашиванию. Когда мы выполняем доплер дополнительно, это, как правило, назначение лечащих врачей или врачей-специалистов, но вот когда его правомерно или необходимо выполнить, мы все должны об этом с вами тоже помнить. В 20 недель выполняется кровоток только в маточных артериях при высоком риске преэклампсии первого триместра. То есть мы же все с вами грамотные специалисты, мы всегда просим у пациента показать нам заключение первого триместра. И вообще все заключения, которые уже были выполнены до вас, если у вас нет к ним доступа, пациентка делала не в вашей клинике, например, то вы обязательно смотрите эти кровотокы, эти заключения просите предоставить, хотя бы в виде фотографии или как-нибудь. И там мы с вами видим, смотрим обязательно на все показатели, в том числе и расчеты рисков. И если в расчетах рисков мы видим повышение, высокий риск по развитию преэклампсии, либо задержки темпов роста, мы должны с вами, особенно преэклампсии, пересчитать эти риски в втором триместре. То есть мы измеряем кровоток в маточных артериях справа-слева, заносим в программу Астрая. К сожалению, сделать это смогут только те специалисты, у которых эта программа полной версии. Если вы пользуетесь индивидуальной версией, которая возможна к скачиванию на сайте фонда медицины плода, там второй триместр вы не сможете посчитать. Но, как правило, в больших акушерских центрах все-таки присутствует большая Астрая, и в ней мы делаем пересчеты. Заносим туда дополнительно еще вес женщины на момент осмотра на втором скрининге, и опять 4 раза измеряем артериальное давление. Следующий этап, когда мы еще делаем доплер. При выявлении задержки темпов роста или малого гистационного возраста плода во втором-третьем триместре мы обязаны сделать доплер. Потому что мы с вами уже знаем, что задержка темпов роста и ее, грубо говоря, в меньшей степени реализация малого гистационного возраста плод – это, по сути, реакция на поступление оксигенированной крови в меньшем количестве к плоду. Соответственно, по какой-то причине происходит вот эта задержка, и мы должны убедиться, что на данном этапе нарушений в доплере у нас нет. Либо же они есть, и определить тогда тактику. Дальше. В 25-26 недель выполняется полный доплер при нарушениях свертывающей системы. Как правило, сейчас принято консультировать пациенток у гематолога примерно в этом сроке, и чаще всего пациенты, у которых есть проблемы, они выявлены гораздо в более ранние сроки. Пациенты проконсультированы, информированы и акушером-гинекологом, и гематологом, и поэтому они направляются на доплерометрию вот в этот период времени. Также в 25-26 недель рекомендовано выполнять доплерометрию при артериальной гипертензии или стойком повышения артериального давления, связанном с беременностью, а также при реализации уже к этому времени при эклампсии. Это все у нас рекомендованные, да, не обязательные к исследованию, а рекомендованные показания. При травмах, падениях во втором-третьем триместрах делается также полный доплер, чтобы посмотреть, как отреагировала плацента, не произошло ли каких-то там микроизменений, микроинфарктов, которые влияют на изменение ее резистентности. В 37 недель при сахарном диабете любого типа обязательно делаем доплер, то есть мы его делаем раньше, не в 37-40, вот когда, а в 37, потому что в этом сроке чаще всего нужно принимать решение об отмене инсулина, если, например, он принимается, о тактике ведения этой пациентки, и нам очень важно знать, в том числе, как работает плацента. Еще один момент, гипотоза беременных, в этом случае тоже мы смотрим доплер и в 25-26 недель, и в 30, и так далее, ну вот всегда, когда мы его выявили. Для него характерны очень изменения в маточных артериях. При диагностировании маловодия на любом сроке, то есть если мы видим в пациентке, например, 28 недель маловодия, лучше сделать доплерометрию. Потому что мы помним, что маловодие может быть связано с тем, что у нас снижается фильтрация в почках за счет того, что почки получают меньше оксигенированной крови по какой-то причине. Это может быть и просто потому, что плод лежит долгое длительное время в тазовом предлежании. Те, кто давно в акушерстве, они уже, наверное, обратили внимание, что детки в тазовом предлежании, они чаще имеют маловодие или тенденцию к маловодию, что запускает некий порочный круг из-за труднения поворота этих деток. Но это касается при длительном расположении в тазовом предлежании. Но кроме этого, есть еще и другие причины, поэтому доплер лучше выполнить, исключить нарушения, которые к этому приводят. Ну и также, согласно приказу 1.30, в порядку обследования беременных при поступлении на роды мы должны выполнять доплерометрию. Хотя на самом деле доплер в родах, как всегда нас учили, он малоинформативен, и в этом на самом деле ничего не поменялось. Теперь поговорим немножко о современном подходе. С момента появления доплерометрии и внедрения в клиническую практику прошло уже более 50 лет. За это время стало очевидным, что изменение гемодинамики в системе мать-плацента-плод, на своевременную диагностику которых и направлен метод доплерометрии, является универсальным патогенетическим механизмом в ответ на изменение состояния плода. То есть все то, что мы сейчас с вами проговорили и разобрали. Предложены различные методики оценки состояния плода, неоднократно изменялось и уточнялись принципы и подходы к проведению доплерометриических исследований, и совершенствовались критерии полученных данных. И все это подробно, на самом деле это небольшой кусочек из аннотации к статье, которая представлена здесь справа. Я дальше дам ее название. В этой статье как раз таки в прошлом году я собрала в едино все, что касается истории развития доплерометрии, для того, чтобы понять, что на каком этапе менялось. И кому интересно почитать поглубже, то можно прочитать все это в первоисточнике. На самом деле при всей простоте технического выполнения метод доплерометрии фетоплацентарного кровотока будет иметь высокую предсказательную точность только при наличии стандартизации методики и определении четких показаний к применению рутинного или расширенного исследования. То, что мы с вами разбирали в начале. Рекомендация по использованию пульсационного индекса, а также переход от оценки численных значений к процентильным, имеет очень большое значение для правильной, независимой от срока беременности, оценки кровотока. И кроме этого важно, что в доношенном сроке в оценке мозговой гемодинамики ведущую роль на сегодняшний день отводят процентильные оценки церепроплацентарного отношения. Как показатель, имеющий его наибольшую чувствительность и специфичность. Этому было посвящено очень много исследований. И именно с этим связана оптимизация диагностики плохих перинатальных исходов. Вот так называется эта статья. Она была в 2022 году выпущена. Она в свободном доступе есть. По вот этому QR-коду можно ее прочитать. В электронном виде размещена в журнале «Женское здоровье и репродукция». Там как раз-таки я привожу примеры различных классификаций, которые встречались, наверное, на вашем жизненном пути. Я думаю, что каждый из тех, кто посмотрит эту статью, найдет ту, которой пользовался недавно или пользуется до сих пор. И удивительное дело, но некоторые классификации меня очень удивили, потому что я была уверена, что они принадлежат одному автору, а оказалось, что совсем другому. Поэтому вот небольшая вам интрига для того, чтобы вы заглянули, не поленились и посмотрели подробнее про эти классификации. Здесь я хочу представить вам основные документы, которые регламентируют нам выполнение доплерометрии. Как всегда, пионером в этой области является общество акушеров-гинекологов ультразвукового ИСУОК. И именно там разрабатывались и стандартизированные первичные протоколы по выполнению доплерометрии сначала в 2013 году, и потом в 2021 уже выполнены обновленные рекомендации. Здесь также стандартно вам предоставляю QR-коды и название статей, чтобы можно было все почитать в первоисточниках. На самом деле, они сейчас даже присутствуют в переводном виде. Вторая статья, можно ее найти даже в хорошо адаптированном переведенном виде и прочитать. Очень вам тоже советую, потому что это, по сути, наши первоисточники, из которых формируются клинические рекомендации. Ну и, безусловно, наши клинические рекомендации, руаговские, которые тоже регламентируют нам выполнение доплерометрии. И все рекомендации дальнейшие, которые еще впереди, которые я уже проговорила, я все беру из этих документов. Ничего как бы необыкновенного я не придумываю. Просто обобщаю и делюсь еще немножко своим собственным опытом. Теперь давайте мы все-таки подробно разберемся с современной классификацией, которая у нас фигурирует как во всех трех предыдущих источниках. Здесь, во-первых, следует разделить оценку нарушения гемодинамики до 32 недель и после. И разделяется она всего лишь одним показателем. Я вам на следующем слайде покажу, каким. И вот у нас сейчас существует нарушение гемодинамики трех степеней. Нарушение гемодинамики 1 – это повышение сопротивления кровотоку в артерии пуповины без централизации плодового кровотока. То есть мы видим изменение выше 95% индекса пульсационного в пуповине, но при этом никаких других изменений нет. Все, это нарушение гемодинамики 1. Дальше нарушение гемодинамики второй степени. Это повышение сопротивления кровотоку в артерии пуповины с централизацией плодового кровотока. То, что по некоторым прошлым классификациям было нарушением гемодинамики 3. То есть мы видим повышение пульсационного индекса в артерии пуповины выше 95% и снижение пульсационного индекса среднемозговой артерии ниже 5%. Такая вот вилка обратная, скажем так. Это нарушение гемодинамики 2. И нарушение гемодинамики 3 – это критические нарушения кровотока. К ним относится нулевой или реверсивный кровоток в артерии пуповины при любых показателях мозгового кровотока. Абсолютно любых. Хочется отметить, что в случае регистрации нулевого или реверсивного кровотока в артерии пуповины обязательно измерение кровотока в венозном протоке. Для того, чтобы определить, как долго еще осталось резервных механизмов, можем ли мы ждать. Это то, что касается нарушения гемодинамики до 32 недель. После 32 недель все то же самое. Но когда мы касаемся нарушения гемодинамики 2, то есть централизации, здесь у нас есть две характеристики централизации. Одна та же самая – повышение сопротивления кровотоку в артерии пуповины при снижении среднемозгового кровотока ниже 5%. А вторая – новая, которая раньше никогда не применялась, но которая актуальна именно после 32 недель, именно в третьем триместре и максимально актуальна в доношенном сроке. Потому что именно здесь, мы помним, мы уже об этом говорили, начинает играть роль цереброплацентарное отношение. Так вот, она звучит следующим образом. Снижение сопротивления кровотоку в среднемозговой артерии на фоне нормальных показателей кровотока в артерии пуповины. То есть мы меряем кровоток в пуповине, видим нормальные показатели в пределах 95%, но при этом в мозговой артерии у нас снижен кровоток ниже 5%. И цереброплацентарное отношение ниже 5 центра. И тут мы тоже правомерно пишем нарушение гемодинамики 2. Вот здесь возникает максимальное количество сопротивлений со стороны акушеров-гинекологов, принимающих роды, потому что далеко не все это понимают. И непонятно, почему здесь в пуповине нормально, а мы пишем нарушение гемодинамики 2. И вот это принятие дается сложнее всего для клинических докторов. Просто уже по личному опыту могу сказать. Но по большому счету это то же самое, что повышение в пуповине при снижении в мозговой артерии. Но еще раз повторюсь, только после 32 недель, не раньше. Нарушение гемодинамики 3 так же, как и в предыдущем слайде. Итак, хочется еще отметить, что по современной классификации повышение сопротивления кровотоку в маточных артериях указывается, отмечается отдельно. Оно не входит в нарушение, в алгоритмы описания нарушения гемодинамики общего. В классификацию не входит. Вы не увидели там этих показателей. И описывается отдельно. Вот это следует запомнить. Теперь я очень коротко, буквально в виде одного слайда, хочу даже двух, возможно, остановиться на описании диагностики гипердинамического типа кровообращения. Раз уж мы говорим про доплер, я не могу этого не коснуться. Тем более для меня эта тема, в общем-то, связана с большим количеством проведенного времени в связи с тем, что моя кандидатская диссертация была посвящена именно диагностику анемии у плода неинвазивной. Поэтому, как бы, коротко очень на этом остановлюсь. Здесь справа представлен QR-код с ссылкой на статью Жан-Карла Мари, основоположника этой методики доплерометрической. Смотрите, уже в 95-м году. Представляете, как давно? Тогда, когда мы с вами еще только ультразвук себе представляли, скажем так, только начинали его изучать, уже было выявлено то, что при появлении анемии плода происходит разрушение эритроцитов, соответственно, большее количество жидкого компонента крови, меньше густого. И за счет этого скорость движения крови, кровотока через одну и ту же единицу измерения, она гораздо выше. И с этим связано, чем жиже кровь, условно говоря, тем выше будет скорость кровотока. Скорость кровотока – это что? Это наша максимальная систолическая скорость или пиковая скорость, которую мы можем всегда на доплере померить. В каком случае мы вообще должны смотреть и исключать гипердинамический тип кровопрощения? Вот три основных причины. Из-за сенсибилизации по антигенам эритроцитов, то есть есть титр-антител. Дорогие коллеги, мы можем с вами просто смотреть для украшения протокола пациентки с резус-сенсибилизацией, просто срезу с отрицательной кровью без титр-антител эти показатели, но мы должны понимать, что если нет антител, то нет фактора, который будет разрушать эритроциты. А если нет фактора разрушающего эритроциты, значит у нас нет и прецедента для того, чтобы появилась анемия. Поэтому нет смысла оценивать кровоток, именно максимальную систолическую скорость у пациентов, у которых нет к этому предпосылок. Просто для того, чтобы показать, что мы это умеем, это можно, но в целом необходимости нет. Подозрения на инфекцию, особенно если речь идет о парвовирусе, и цитомегаловирус даже в меньшей степени, вот для парвовируса B19 очень характерно стремительное развитие анемии, поэтому тоже смотрится в таком случае. И при подозрении на фетофетальный трансфузионный синдром при монохориальных двойнях, где тоже у одного из плодов может стремительно развиваться анемия. Диагностика гипердинамического телка про вращение, как производится. Вот здесь как раз хочу рассказать, как правильно его оценивать. Средняя мозговая артерия – это наиболее крупный сосуд велизиевого круга, отходящий под углом 45 градусов кпереди, вдоль крыла спиной и дальней кости. Она всегда примерно имеет один и тот же уклон, вот мы видим ее, она отходит. Все вместе, вот это велизиев круг, вот это задние мозговые артерии, и вот здесь немножко слились в одну передние мозговые артерии. То есть как бы вот эта классическая картина велизиевого круга в большом сроке беременности. Пульсационный индекс средней мозговой артерии оценивается практически сразу после отхождения средней мозговой артерии от велизиевого круга, буквально на 1-2 мм, очень далеко, на конечные ветви мы не уходим, там будет ниже максимальная скорость. При оценке максимальной стиллической скорости необходима коррекция угла. Вот это уголзависимая величина, и можете просто даже для интереса, выполняя допулирометрию, поменять эти углы, поворачивать угол, и вы увидите, как сильно меняется эта скорость кровотока, но где-то до четверти своих значений может происходить изменение. Поэтому это очень важно. Итак, давайте подытожим, что поменялось у нас в допулирометрии. Для оценки кривой скорости кровотока используется пульсационный индекс. Систеллодиастолическое отношение индекс резистентности ушли в прошлое и не оцениваются, поэтому применять их и писать в протоколах не нужно. Получив данные пульсационного индекса в артерии пуповины или среднемзговой артерии, их следует оценивать по таблицам FMF. Таблицы или калькулятор – это то, что сейчас нам предлагается. Эти таблицы можно либо скачать в интернете, они там присутствуют, или я дальше дам в самом конце ссылку на методичку, где я собрала все в одно место. Это и таблицы, и классификацию, и ссылку на источники, на все, для удобства пользования. Также, что поменялось, всем пациентам при выполнении допулирометрии следует производить расчет церебропластарного отношения, не только расчет, но и вообще обязательно выполнять среднемозговую артерию измерения и производить расчет ЦПУ. Отношение пульсационного индекса в среднемозговой артерии к пульсационному индексу в артерии пуповины. Все полученные данные оцениваются по оценительным таблицам. Это и пульсационный индекс в артерии пуповины, который должен быть не более 95 центеля. Это и пульсационный индекс среднемозговой артерии церебропластарной, который должен быть в пределах 5 центеля, то есть не ниже. Маточные артерии не участвуют в классификации гемодинамических нарушений, еще раз это хочу отметить, и описываются отдельно. Вот это, пожалуй, самое главное, что мы должны с вами знать. Для того, чтобы понимать, в каком случае доплерометрия необходима, я считаю, что следует понимать механизмы формирования изображения, а также физиологию, патофизиологию плода. Именно поэтому я сегодня построила лекцию таким образом, чтобы максимально вас в это погрузить. Это вот первый кирпичик, скажем так. И второй кирпичик, это для правильной оценки полученных показателей мы должны с вами идти в ногу со временем, не застревать в каком-то прошлом, которое нам привычно. Быть в курсе современных публикаций СОК, а также клинических рекомендаций. Все ссылки я вам дала, поэтому я очень-очень вас прошу, все пробегитесь, все первоисточники. Это всегда залог того, да, здесь какая-то суть вам предложена, но когда смотришь в первоисточник, каждый для себя все-таки еще почерпывает что-то еще новое. И справа по QR-коду можно зайти и посмотреть методичку, где по доплерометрии я собрала всю эту информацию очень коротко и применимо для использования. Спасибо большое, я благодарю всех за внимание, спасибо, что вы были с нами, просмотрели и демонстрацию, прослушали лекцию. Вы не уходите далеко, потому что я с удовольствием буду отвечать скоро на вопросы. Вы можете их присылать, пока сейчас будет маленький перерыв, и возможно еще какие-то будут добавляться они, мы с удовольствием на все ответим. Так что не прощаюсь с вами. Спасибо. 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 Спасибо.